Антроянская, действительно, программа «Особое мнение». Сегодня у нас Лев Щеглова, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель. Лев Моисич, здравствуйте. Доброе утро. Начнем с героя вчерашнего дня, Константина Аркадьевича Райкин, который в день рождения своего отца выступил на съезде в Союз театральных деятелей и высказался с пламенной речью. Выступил с пламенной речью, о которой говорили вчера и продолжают говорить сегодня. Как вам эта речь, в частности? То есть она действительно такая революционная? Да, на мой взгляд, это очень интересное явление для тех, кто следит за происходящим и хочет как-то разобраться, как-то свое отношение сформулировать. Для меня это разнопланово. Ну вот я попробую ответить по ряду плоскостей, что ли. Ну, первое, эмоциональное, безусловно, важное явление, безусловно, уважение к Константину Аркадьевичу. Безусловно, он ярко сформулировал, и он сформулировал то, что каждый, даже нежелающий, начинает как-то видеть то, что происходит вокруг. Я на всякий случай, вот процитирую, мы клевищем, доносим и опять хотим в клетку. Речь была о цензуре и борьбе государства за нравственность. Да, поэтому первое, как бы, эмоциональное ощущение, ну, действительно, молодец, ну, действительно, в память о великом отце он сказал честные слова. Это же ничего не придумано, это честно. Да, теперь берем второй пласт. И я ни в коей мере, я категорически не принадлежу к таким хранителям какой-то особой либеральной демократической нравственности. Ага, Константин Аркадьевич, ну, вы в прошлом были доверенным лицом Путина, но вы вообще подписывали какие-то письма там по Чечне, что ура, вперед, мы ломим гнутся шведы и всякое такое. Вот мы вам сейчас вспомним. Нет, я ни в коем случае такой интонации не хочу пользоваться. Но это было? Было. С чем я это связываю? И на мой взгляд, мы должны это спокойно и ровно понимать, тогда не будет ни осуждений, ни вот этих тихих восторженных воплей. Ох, что он сказал! А что он сказал? Он сказал то, что есть. Он сказал то, что знает Вася Пупкин, сантехник жилконторы, участковый врач, инженер, продавщица Пятерочки. Но он им ничего не открыл. Он показал им, что об этом можно говорить. И еще раз говорю, за это честь ему и хвала. Но я глубоко убежден, что люди занятые в сфере так называемого творчества, почему? Потому что творцом может быть и инженер, и врач, и даже плотник. Но они все-таки немножко особенные. У них все-таки завышенная самооценка. Они все-таки очень болезненно реагируют, когда рушатся их личное. И не случайно это действительно связано с тем, что у Константина Райкина и его театра сейчас большие проблемы. Посему вопрос, понимаете, который я не помню, в кем это было сформулировано в отношении Германии. Когда пришли за гомосексуалами, я молчал. Когда пришли за евреями, я молчал. Когда пришли за политическими противниками, я молчал. Когда пришли за мной, все молчали. Я не думаю, что Константин Райкин умственно не способен был понять это и полгода назад, и год назад. Но он это сказал тогда, когда у него лично возникли проблемы. Это не плюс и не минус. Они так устроены. Вы знаете, когда я размышлял вчера... То есть, это особенность творческих людей. Да. И это может нравиться, не нравиться, но это надо принять. Я просто... Вот это апропо, это на эту тему. Я вчера размышлял. У меня был, потому что он, к сожалению, глубоко уже покойный, очень близкий друг. Он член-корреспондент, настоящий ученый. Он организовывал и руководил пару десятков, пару с половиной десятков лет один из астрономических институтов. Человек ярчайшего интеллекта, а порядочный очень. И как-то мы с ним беседовали, и я помню, что я тягостно размышлял. Он сказал, ты знаешь что? Вот у меня ведь есть принципы определенные, политические и всякие такие. Но институт, который... Ты себе не представляешь, как я его создавал, он мне... Мне страшно об этом сказать, вровень, а может даже дороже, немножко дочери. Ради этого института я не исключаю, что я могу поступить за некоторыми принципами. Поэтому, если Константин Райкин спровоцирован на эту честную, яркую речь личными, вернее, театральными проблемами, для меня это не плюс и не минус. Это некий факт. Так устроены люди. Тем более, эго. Не в смысле эгоизма, но вот эго, как вот внутри меня, это самое ценное. Это и есть мир художника. Он же искренне верит, актер, живописец, режиссер, он искренне верит, что то, чем он занимается, это безумно важно. Это мы с вами можем считать. Слушайте, ну так, это так себе, ну неплохо. А вот любой представитель художественной профессии в каком-то смысле эгоцентрик. Не эгоист, в смысле отдайте мне эту конфету и побольше денег. А он искренне живет внутри самого себя. И ему это кажется самоценностью. Поэтому, с одной стороны, Райкин блестяще выступил. Это полезно для общества, для вот этого дремотного, совершенно апатичного общества. Это здорово. С другой стороны, не надо обольщаться. Это речь, доведенного до определенной точки руководителя конкретного театра. И до точки его доводит то, что происходит сугубо в его сфере. Почему-то не просвучало об общении. Вы можете сказать, ну конечно, это же съезд театральных деятелей, но это же не отдельно то, что происходит в культуре, а в медицине, а в общественном сознании, а в образовании. Этого нет. Но он говорил только о той сфере, которая ему известна. Я бы сказал, что это часть общего тренда, к сожалению. Но смотрите... Он мягко довольно сказал, почему-то есть ощущение, что власть дистанцируется. Где дистанцируется власть? Вы что, искренне верите, что всякие вот эти, которые поливают мочой ненравящиеся им произведения искусства. Разрушают скульптуры, которые им кажутся нехороши. Орут и пишут доносы, что надо убрать там... Джезус Крайз, суперстар, который в советское время считался произведением мощнейшим. Сегодня, говорят, это святотатство. Вы что думаете, эти люди способны на мощную самостоятельность? Я вас уверяю, один окрик из Кремля, и все это погаснет. По крайней мере, процентов на 90. Он там как раз говорил... Нет, он сказал, власть дистанцируется. Он вспомнил слова Толстого, что когда церковь смыкается с властью, это значит обслуживать власть. То есть, все-таки власть имеет отношение к тому, что происходит. Ну, безусловно. Слушайте, даже те, кто, скажем, считают нас с вами лично, отщепенцами, и которые кричат, мы во всем всегда правы, я вас уверяю, что при искреннем разговоре, и я это слышал, конечно, они говорят, у нас все вертикально устроено. Конечно. Другое дело, они говорят, что это в плюс. Ну, так окей. Где окрик сверху вертикали? Чтобы остановить это безумие ползучее, которое не только Константина Райкина, а которое доводит уже больше, больше и больше. Но, к сожалению, опять же, особенно задуренный пропагандой человек, он так устроен, я вот наблюдаю это, что локально он может протестовать, а глобально в то же время он может поддерживать то, что происходит как бы вообще. То есть, вот яркие примеры, я думаю, ну, кто бы мог опровергнуть. Вот некие люди, конкретные, которые говорят, да, православие, это святое, мы этим отличаемся от всего мира, мы самые лучшие. И забабахивают очередной храм вместо поликлиники или садика. И эти же люди бегут, кричат, Путин, помоги, ну, это же безобразие, это ужасно. Люди способны делать выводы локально, при неспособности мыслить глобально. Вот это страшный парадокс, который, на мой взгляд, является вот одним из признаков некой социально-психологической болезни, поразившей наше общество. Да, тут воруют, да, здесь я ничего не могу добиться, да, мне денег не хватает, поэтому надо что-то в черном и сером конверте, но в целом мы лучше всех. Вот этот парадокс в голове. При колоссальном уважении к Константину Райкину, чуть-чуть даже у него звучит. Это у нас в культуре, ребята, такое творится. А в других сферах, типа, я не знаю. Ну, он действительно живет в узком мире, поэтому я могу предположить, что Константин Аркадий Викторович... Послушайте, я считаю себя не умнее и тем более не талантливая Райкина. Но тогда, получается, я должен говорить только о медицине и психологии? Я же ничего не понимаю в других сферах. В общественной жизни вы способны размышлять. Хотя, она, это немножко выгодная позиция. Это как бы, с одной стороны, пропротестовать, а с другой стороны, сохранить для маневра... Ну, я же... Ну, а что я, собственно? Я сказал, что мракобесие, тканоз, безусловно. Разве я кого-то обвинил? Ну, он называл Аристахова, кстати, заместителя... Послушайте, у нас очень модно сказать... Да, министры все негодяи. Даже председатель правительства, он ведет нас не туда. При общем руководстве из Кривля великолепному. Ну, я хочу в защиту творческих деятелей сказать, что есть, например, режиссеры, такие как Кирилл Серебренников или Константин Богомолов, которые постоянно говорят об этом. Конечно, не на съездах, потому что на съездах... Это очень полезно, Татьяна, конечно. Другое дело, что такие как Серебренников, они как бы в голове обывателя, но они все время протестуют. А тут уже типа один из наших, и он тоже говорит то, что они давно говорили. Это очень полезно, и честь ему, и хвала. Только не надо это особо героизировать. Вот о чем я говорю. Ну, окей, сплотит ли вообще эта речь действительно всех культурных деятелей? Станет ли она революционной? Или действительно восхитились, пошумели и забыли? Если это приведет к тому, что люди его ранга и его профессии задумаются, и будет следующее выступление, это будет, я бы вам так сказал даже, может быть, это звучит чуть ли не по-военному, но нам же навязывают военное сознание. Вот есть страшная пропаганда, которая сегодня, ну, просто несчастных, бедных, я их не обвиняю, людей, перемолола как мясорубка. А это некие элементы контр-пропаганды. Не в смысле, что это пропаганда, это честно, это по-настоящему, но это вот Крайкин, потом такой-то, потом Сидоров, потом Петров. Это может оказывать общественный резонанс. Безусловно. Вопрос, найдутся ли остальные и решатся ли остальные говорить. Ведь Данка со своим сердцем, если бы за ним никто не пошел, был бы странным и нелепым образом, согласитесь. За ним пошли люди. Вот это очень важно. Да, посмотрим, как будет, будет ли вообще продолжение у этой истории. Так же, как и мы следим за историей с Мариинским театром, 5 ноября концерт памяти годовщины теракта над Синаем посвятил Мариинский театр. При этом, как мы уже связались с пресс-службой, Мариинка собирается пригласить родственников погибших на этот концерт. Но при этом средства с концерта останутся в Мариинском театре. Вас ничего не смущает то, что концерт памяти при Очень смущает. Очень смущает. И вот как раз, как бы, если стилистика Константина Райкина, то я ограничусь только тем, что это бессовестно. Потому что есть понятие, когда произошла страшная трагедия, то подобные вещи делаются благотворительно. И вырученные какие-то средства направляются еще раз семьям и всякое такое. Вряд ли они жируют. Но вот на этом, если остановиться, ну и хорошо, я высказал свою мысль. Но, к сожалению, я вижу, что это отражение общей тенденции. У нас с понятиями совесть, с понятиями приличия, что делается прилично, а что не дикая путаница. И запутали головы так, что это становится возможным. Ровно так, как меня резануло, что на днях была годовщина страшного теракта с грандиозным количеством безвинных жертв в Дубровке, да? И ни один канал об этом не напомнил гражданам, чтобы они подумали, вспомнили погибших, прониклись какой-то скорбью. Ну, я не буду пафос, типа, склонили голову. Нет! Во время этого шли все те же визги и вопли. Потому что я, безусловно, я не смотрю телевизор, как люди смотрят. Сел в кресло и смотрят три часа. Но я периодически пролистываю каналы, чтобы понять, что происходит. Все тот же визг, все те же искаженные физиономии. Сирия, Украина, убивать хорошо и так далее. Ну, так на фоне этого, то, что делает Маринка, это еще и даже как бы, как бы обычно. Нас приучают к тому, что возникают новые представления о добре и зле. Это одно из самого страшного, что сейчас происходит. Ну, получается, что концерт памяти используется как некий пиар-ход, чтобы привлечь. Ну, да. Ради Бога, да. То есть, как бы, раз нет понятия, что это неприлично, подождите, а почему нет? Любая информация, кроме некролога, является рекламой. Да, это реклама нашего театра. Да, что мы патриоты нашего театра. Наш театр должен звучать всегда и везде. Связано это со свадьбой отлично, с похоронами отлично, с тем, что все замечательно, годится, с тем, что когда-то у кого-то что-то беда произошла. Ну, и бог с ним, тоже отлично. Нормально. Забавно, знаете, то, что до сих пор не определена программа, ну, или держится в секрете, в тайне программа концерта 5 ноября. На что рассчитывают в Мариинском театре? Люди будут покупать билет просто на концерт памяти? Или на Гергиева? Ну, да, на мой взгляд, это как раз полное отражение того, что Гергиев безусловный крупнейший музыкант, крупнейший, видимо. Но он имитирует то, что происходит вообще в стране. Там же вертикаль. Гергиев знает, и достаточно. Другим, пока он еще не сообщил, что будет. Даже речи нет о том, чтобы с кем-то советоваться, даже будучи главным, да? Ну, другая модель правления. А что, собственно, как вокруг, так и внутри нормально? Хорошо, если знает. Может быть, еще не знает. А может, еще не знает. Он еще не знает, что он завтра подумает и будет знать. Ну, отлично. Он же главный. Ну, тем не менее, вот я еще раз напомню, что пресс-секретарь Валерия Гергиева сказала, что мы сами без фонда позвоним родственникам погибших и их пригласим на этот концерт. Вот вы знаете, вот я подумал сейчас в свою секунду. Ведь именно поэтому люди потом над так всяческими пресс-секретарями от первого лица и до, скажем, Мариинского театра и слегка издеваются и все. А потому что такая система, что пресс-секретарь, каков бы он ни был как человек, он вынужден крутиться как уш на сковороде. Потому что он не знает, что сейчас происходит в определенном участке коры головного мозга его босса. Вот и все. Он не знает. И надо предугадать, чтобы это понравилось. И в то же время ответить этим паршивым привязчивым журналистам что-то надо. Это несчастная должность. Здесь дипломатическое мастерство. Но зато ты рядом с великим Валерием Герниевым. Замечательным дирижером. Зато там много чего. Давайте к комсомольской правде, которая сначала написала, а потом убрала. Эти строки, колонка по поводу того, что если кто решил стать военным экспертом, то вылечить от этого смогут только в газовой камере. И в этой колонке упоминались Сергей Пархоменко и Антон Носик. Я вам скажу так, что я стараюсь, если кто-то не в первый раз меня слушает, я стараюсь все-таки всегда обходиться без очень жестких каких-то слов. Но это мерзость. Это настоящая мерзость. Преступная мерзость. И мне было бы гораздо легче считать, что этот деятель, не знаю, не помню его фамилии, просто что-то рехнулся. Или, может быть, маханул полтора стакана водки перед тем, что написать. И был неадекватен. Но ведь давайте посмотрим, опять же, то, что мы обсуждали, это ведь часть общего. Ведь в этом чудесном, совершенно фантастическом издании «Комсомольская правда» до этого Скобида говорила о том, что либералы должны быть спокойнее, в силу того, что из них же могли бы так же сделать абажуры, как из них бабушек и дедушек. И ничего. И осталось на месте. Правильно? Смотрите, убрали. До этого яркий и, наверное, хороший актер, но для меня омерзительный человек заявлял, что сердца геев надо сжигать. Мы же это все съели. Я бы на их месте не удалял. Чего бояться? Поэтому призыв в газовые камеры уже неплохо. Но, с другой стороны, весь... Один философ орал, что украинцев надо убивать, убивать и убивать. Он по-ленински три раза повторил, как учиться, учиться и учиться. И все же это как бы обществом съедалось. Властью как бы игнорировалось. Да? И только какими-то, в кавычках, ужасающими либералами не принималось и кричалось, что это ужасно. Вот мы видим продолжение этой истории. Это вещь, которая требует прокурорской проверки. Точка. Призывать людей сажать в газовые камеры. Олег Моисич, ну вот эта фраза... Значит, их надо построить. Значит, надо взять опыт фашистской Германии. Это патриот нас призывает. Комсомольской правды. Но вот эта фраза... Она соотносится с фразой, которую ранее написал у себя в блоге Антон Носик про Сирию. Про то, что он приветствует горячо, если вообще ее сотрут с лица земли. Вот они стоят друг друга, эти фразы? Серьезный вопрос. Для меня, конечно, взгляды Носика более понятны, чем этого безумца. Но я считаю, что эта фраза его действительно недопустима. И ваш вопрос правомерен. Я не знаю, я затрудняюсь поставить полностью знак равенства, но это, конечно, дикая фраза. На мой взгляд, дичайшая. Хотя, все, что потом объяснялось, там и прочее, близко к тому, что вы имеете в виду. Близко. Не знаю, полностью ли знак равенства, но действительно, бороться с убийцами путем убийств, бороться с ворами путем воровства, это путь пустой. Действительно. Лев Щеглов у нас в студии. Плюс семь, 921, 970, 22, 40. Я думаю, что сейчас мы буквально только начнем эту тему, а потом продолжим уже после половины, история с Васей Ложкиным, точнее, с его картиной. Жители Петербурга вызвали в следственный комитет за размещение у себя на странице ВКонтакте картины художника Васи Ложкина. Дело в том, что пользователь из Красноярска перепостил эту публикацию, а в Красноярске картина «Великая прекрасная Россия» якобы призвана экстремистской, сообщает издание «Фонтанка». Только что наши коллеги поговорили с Васей, и он сказал, что вообще от этой картины он сейчас открестился, и, конечно, он признает авторство, но при этом постить он сейчас ее бы не стал. Но, тем не менее, история случилась, ее запустили другие. Да, и донос состоялся, и все такое, да? Вы знаете, я вот отвечу очень кратко историей на этот счет. Я несколько лет назад был в гостях у своего друга юности в Швейцарии. Он очень давно, много десятков лет назад, женился на швейцарке. Они представляют русскую филологию оба, неважно. И они живут в городе Берн. И вот мы в один из вечеров, в открытого окна, сидели, болтали, и вдруг потянуло запахом жареного мяса. И Тереза, его жена, схватила трубку и стала звонить в полицию, чтобы проверили соседи, не жарит ли кто-то мясо. Это невозможно. Вообще, я был в шоке. И это была темой нашего разговора. Я говорю, Тереза, а что, так как бы это стучать по любому поводу? Она блестяще по-русски говорит, потому что она занимается русской филологией. Она говорит, нет, но вот если бы громко играла музыка, обязательно. Если бы кто-то заехал на газон колесом, обязательно. И так далее. Это мое право. Я ее спрашиваю. А если кто-то выскажет мнение, что Швейцария паршивая страна? Как я могу об этом сообщать? Это свобода его мышления, жизни. Ведь на мою свободу покусились, загнав мне этот запах в комнату. Мне казалось сначала, что это вычурная логика. Сейчас я понимаю, да. Да, сообщать о реальных наступлениях на свободы человека, крики, вопли, мешания спать, запахи, наверное, это адекватно. А на его взгляды, на его творчество, но это опять же, это общий тренд. Что это после всех этих тангейзеров, фотовыставок, обливаний мочой, это все, все это в одну струю идет. Это вот та струя, которую я выбросила наверх и Костю Райкина вчера. Но замнут эту историю или в список действительно экстремистских картину? Ой, Татьяна, вот как, помните, как говорил Никита Пряхин у Ильфа и Петрова, как пожелаем, так и сделаем. То есть, как пожелают в данном случае. Да, как будет сверху звонок, так и будет. Кстати, если можно, вот для меня это, ну вот вроде это очень мелкая новость, но она очень показательна была о том, что оказывается вчера или там позавчера или три дня назад исчезла платная стоянка около московского вокзала. А почему она исчезла? А потому что оказывается, ею владел такой мощнейший бизнесмен Михальченко, который уже много месяцев, несколько, сидит в следственном изоляторе. Более того, вскрылось, что пять или шесть лет не было никакого договора на аренду, а денежки собирались. Что после этого должно быть? Страшное расследование чиновников, которые крышуют эту историю. Это же ужас, они сами не понимают, о чем они сообщают. Вот был Михальченко миллиардер, как бы при силе, и беззаконие было законным. Пошатнулся Михальченко в силу каких-то раскладов наверху. Теперь дербанят, говоря их языком, его незаконно нажитое имущество. Это же дикость, это же ну просто средневековье какое-то. Это все? При этом других людей даже не вспоминают, которые между стоят. Да, да. Поэтому, ну что они сделают? Бывает иногда у нас, бывает это фантастика, что вдруг судья сам примет какое-то решение. Но чаще телефонная связь будут советоваться. Захотят, помилуют. Захотят, накажут. Ну так оно и есть. Это же не то, что я вот так вот почему-то злорадствую или наоборот так ужасаюсь. То есть так оно есть. Ну вот интересно, чем закончится сегодняшняя история с Петром Павленским. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор. По поджоге двери здания ФСБ защита требует оправдать художника. И Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу на приговор. Павленскому должны были еще две недели назад, но однако перенесли из-за неявки художника. Да. Вы знаете что, давайте так. Давайте как бы абстрагируемся, отойдем в сторону от оценок нравится или не нравится. Нейтрально. Некий человек в каких-то, конечно, ярко художественных целях, но неважно. Он нанес порчу и он должен за нее заплатить. Я глубоко убежден, потому что закон не может выворачиваться ни властью, ни оппозицией, ни псевдопатриотами, ни псевдолибералами. Иначе будет бесконечная каша. Значит, он нанес ущерб, заплатил. Сколько может стоить дверь? Ну, смотри, если обычная дверь, то одна цена. А если дверь, которую признали достоянием... Если бы это была дверь в баню, она бы стоила 38 тысяч рублей. Со всеми делами. А раз это дверь в ФСБ, то почему-то ее стоимость миллион. Но теперь у меня возникает другая ассоциация. Она страшная, честно говоря. Я недавно прочитал о том, это официальная информация, что я не помню и не хочу даже знать эту фамилию, некий бывший вице-губернатор Липецка в 2000 году заказал, это редчайший случай, когда заказчик установлен судом, подчеркиваю, заказал, кажется, Домникова, если я только не путаю, журналиста, убить. Итого в подъезде, вдумайтесь только, насмерть забили молотками. Насмерть забили молотками. НКВД, гестапо, все что угодно можно вспоминать. Установлен судом, что он самый страшный преступник. Он заказал это. Оплатил, заказал все. Очень долго тянулось. Это было ровно в 2000 году. Сегодня 2016 год. Знаете, какой приговор суда? В связи с тем, что срок уже такой длительный. В связи с тем, что он на пенсию вышел, бедняжка. Представляете себе? На пенсию на этом живет бывший вице-губернатор. Нет, он за это страшнейшее преступление наказывается платой 200 тысяч рублей. Нормально? А почему именно такая стоимость интересна? Так рассчитали? С учетом того, что он бедняга на пенсии, вице-губернатор бывший. Понимаете? 200 тысяч за садистское, зверское убийство журналиста за его профессиональную деятельность молотками человека забивают насмерть. И миллион рублей за сожженную дверь, хотя это тоже, на мой взгляд, нарушение закона. Все? Тут вопрос действительно о том, каким должен быть этот штраф. Я ни в коем случае не считаю, что Павленскому надо вручить букет цветов и сказать, что ты герой. Хотя я считаю, что эта личность очень странная и интересная. Но засадеянная. С мастерской точки зрения интересная. С психологической. Он необычный человек. В нем очень много действительно какого-то, я не знаю, может быть, даже героического и в то же время нелепого и странного. Безусловно. Но он похож на Данка? Может, может быть. Может быть. Только все-таки эксперименты. Когда он прибивал свои органы, да, он был похож. А чужое имущество трогать не надо. Данка другому не оторвал мизинец для того, чтобы бежать вперед. Здесь есть сомнения. Еще раз хочу сказать. На мой взгляд, он художник. Да? Но наши действия в обществе, они регулируются законом. Во имя высочайших целей. Это был какой-то акт действительно с его мрачным лицом. Был бы он толстенькой личикой какой-нибудь. А вот все вместе, это была картина на фоне горящей двери особого, скажем, учреждения и прочего. Но он совершил, безусловно, нарушение. Безусловно. Он сжег чужое имущество. И за это надо ответить. Другое дело. Вот я вам привел ту историю, за которую человек отвечает двустами тысячами. И вот его история, где он якобы миллионом должен ответить. Вот к вопросу о соразмерности. А ведь соразмерность, это и есть основа справедливости, о которой все время кричат в нашем обществе. Когда, скажем, сынок олигарха за то же самое, что делает, не дай бог, сынок какого-нибудь рабочего или простого служащего, получит там одну историю, а этот другую. Дочка прокурора, задавившая на остановке двух людей, через некоторое время оказывается отмытой. И какой-то у нее условный срок с отсрочкой на 150 лет. А если это обычный, вот это и есть справедливость. Условная справедливость, да. Краснодарский художник Владислав Бульчаев установил памятник Ивану Грозному в виде деревянного кола. И это стало ответом на установку в городе Орле монумента, посвященного Ивану Грозному, царю, человеку, осуществившему столько бессмысленной жестокости. Не должны ставиться восхваляющие памятники. Об этом сам сказал Бульчаев. Вот вы считаете, что это такой правильный художественный ответ? Правильный. Совершенно правильный. Если у нас определенные части общества внушаются, буквально внушаются, что герои это Сталин, Грозный. Следующий шаг, возможно, но, конечно, я тут ерничаю. Можно героизировать Чикатило. Недавно одного героя хоронили в Донбассе. Это внушается большинству. Но тогда ожидайте, что у меньшинства у какого-то будет ответная реакция. Это, в принципе, раскол. Раскол, потому что все общество не может считать величайших злодеев, даже если они величайшие по параметру, героями. И навязывание героизации крайне опасная вещь. Для меня, я видел в интернете картинка, вот она очень символична. Кто стоит при открытии этого памятника? Во-первых, не надо быть ламбразо, чтобы просто посмотреть на эти личики. Но просто для интереса, значит, на открытии, причем они так стоят в ряд, прижавшись и очень с грозными лицами, как будто сейчас они будут отражать штыковую атаку. Это стоит губернатор, который заявил, что сын Грозного умер от того, что он заболел, когда ездил из Москвы в Петербург. За 200 лет до основания в Петербург. Все, этого достаточно. Рядом стоит человек, который визжал и продолжает возить. И у него пена идет из рта. Курдиняна имеет. Да, рядом с ним человек, которого называют великим литератором, некоторый, который... Александр Андреевич Прохан. Александр Андреевич Прохан. Для меня великий его художественный образ – это то, что западные страны исходят черной спермой. Это величайшая его художественная придумка. У него много шедевров, у него очень много образных поражений. Конечно, да, и то, что Красная Империя, Сталин и царизм для него все вместе. В общем, вот это такая своеобразная. Рядом стоит, просто даже ничего не надо говорить, надо посмотреть на внешний вид и название. Байкер, хирург и кто-то еще был там вроде бы. По-моему, все. Или все, все. Все, все, все. Вот это как бы акторы этого действия. Но есть же другие люди в стране. В общем, другие люди будут смотреть на кол и вспоминать Ивана Грозного с этой точки зрения. Лев Щеглов, профессор, был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо. Абсолютно.